ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ Трёхкомнатная квартира семьи Бабич стоит 600 тысяч гривен. В течение 15 лет Ирина и Алексей будут платить только 3% годовых. Остальное берёт на себя государство. О программе удешевления ипотечных кредитов семья предпринимателей узнала по радио. Оформляли квартиру ровно год. За это время для нового жилья успели приобрести и бытовую технику. Получается такая ситуация, что за съёмную квартиру нужно платить ровно столько же, сколько здесь нужно будет платить по кредиту. То есть платить за свою квартиру, либо платить кому-то непонятно. Но есть две большие разницы. С новосёлами вице-премьер поделился. О неудобствах съёмной квартиры знает не понаслышке. Я, как человек, который несколько лет жил в общежитиях, на съёмных квартирах, жил с родителями, только через 10 лет смог переехать в свою квартиру, очень хорошо понимаю, что это такое и насколько это важно для каждой семьи. За год по программам удешевления ипотеки и молодёжного строительства своё жильё обрели 7 тысяч украинцев. Для того, чтобы учесть всех, кому ещё необходима собственная жилплощадь, к октябрю создадут специальный реестр. Я предполагаю, что необходимость в улучшении жилищных условий будет около миллиона наших граждан. Наши планы – это перейти к индустриальному методу строительства жилья. Это уже строительство микрорайонами. Можно сказать, что у нас в стране уже 9 таких микрорайонов начало строиться. И тогда мы выйдем на объёмы 30-50 тысяч квартир в год. Также в рамках рабочей поездки вице-премьер посетил котельную с когенерационной установкой. Передовая технология помогает снизить себестоимость энергии. Только в этом году там сэкономят 5 миллионов гривен. Также Александр Вилкул посетил строительную площадку «Кальмиус-арены», после чего отправился на совещание по подготовке к чемпионату Евробаскет-2015. Ася Рынкова, Евгений Якунин, телеканал «Донбасс». Ну и что касается доступного жилья, Александр Юрьевич, вам, конечно, досталась приятная миссия сегодня. Счастливые люди получили жильё, вопросов нет. Но насколько действительно сегодня остро стоит вопрос доступного жилья и насколько вот те программы, которые есть сегодня, действительно способны решить этот вопрос? Жилищный вопрос является одним из самых важных, то, что люди ждут от власти. Проблема копилась не один год, проблема копилась десятилетиями, и власть должна помочь людям реализовать свою мечту о собственной квартире, о собственном доме. Для этого по инициативе нашего президента у нас работает несколько программ. Это программа удешевления ипотеки, это когда человек берёт ипотеку под 16% годовых, 13% компенсирует государство, то есть практически 3% годовых. Это программа, которую мы условно называем 70 на 30, 70% платит человек, 30% платит государство сразу. Это программа молодёжного аккредитования, когда молодые семьи или одинокие граждане до 35 лет возрастом, берут кредит на 30 лет по 3%. Программа сельских забудовников, это тем, кто постоянно живёт в селе, тоже отдаётся 3% кредит на 20 лет. То есть несколько программ для того, чтобы человек мог выбрать то, что ему удобно. За последние три года при поддержке государства 7 тысяч, больше 7 тысяч украинских семей уже смогли реализовать свою мечту. В этом году это уже более 2 тысяч. Планы у нас амбициозные, планы у нас около 6 тысяч в этом году, чтобы семьи при помощи государства смогли купить свою квартиру. Вопрос важный, государство над ним постоянно работает. Очень важно, чтобы была не только поддержка государства на этапе приобретения, но и первоначальная цена. То есть эти 70% от какой цены? Или 3% годовых платить, на какую цену? Здесь уже другая часть программы. Выделение бесплатно земельного участка. Это подведение сетей. Вода, водоотведение, тепло, канализация, многое другое для того, чтобы удешевить само строительство. Таким образом достигается более низкая цена, плюс ещё поддержка государства. Конечно, необходимо сделать гораздо больше. Для этого, как уже было показано в сюжете, сейчас уже заканчивается отработка технологии программы индустриального строительства. Это строительство микрорайонами. Такой опыт есть у послевоенной Германии, такой опыт есть в Италии, такой опыт есть в Финляндии. Когда строятся целыми микрорайонами квартиры, и их большее количество и, соответственно, большая доступность. Тогда мы выйдем уже на 30-50 тысяч квартир. Очень важно, какая у нас сейчас ситуация с анализом людей, которым необходимо помочь с приобретением жилья. У нас масса ведомственных реестров. В каждой службе свой реестр. На каждой территории, район, город, область, везде свои реестры, свои очереди и так далее. Мы поставили задачу до октября месяца этого года закончить создание единого реестра людей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Сегодня уже 123 тысячи забито в реестр. До октября месяца будет 100% оцифрована вся Украина. И тогда этот процесс, этот механизм станет гораздо более, во-первых, прозрачным, во-вторых, управляемым и эффективным. Программы очень важные и президенты правительства постоянно работают над их масштабированием и их совершенствованием. В этот реестр попадут ли люди, которые сейчас стоят на очереди, я так понимаю, автоматически или как? Или это будет какая-то отдельная схема попадания в реестр? Как это все будет происходить? Нет, автоматически берется реестр любой территории, например, города Донецка. Проводится анализ по каждому человеку. И после этого он автоматически переносится. Человеку ничего не надо делать. И переносится в реестр общенациональный. Реестры, которые обновлялись иногда десятилетиями, там бывают люди, которых или нет уже, или еще какие-то проблемы. То есть это, по большому счету, аудит и создание единого государственного реестра. Но принцип действия этого реестра, это будет так же, как и очереди, да? То есть в определенном порядке будут люди получать. Или это просто для того, чтобы людей всех зафиксировать, а потом уже каждый будет действовать в зависимости от своих возможностей? Нет, это не очередь. Общий государственный реестр не может быть один для Донбасса, Волынии, Днепропетровской или Львовской области. Это для того, чтобы понимать и четко зафиксировать, во-первых, какое количество, во-вторых, кто эти люди, которые нуждаются в том, чтобы принять участие в программах государственной поддержки. Согласитесь, если человек там очень-очень высокого достатка, имеющий огромную квартиру или дом, хочет еще дополнительно поучаствовать в программе при поддержке государства, а потом там или перепродать, или еще что-нибудь сделать с квартирой, то это как-то нелогично по отношению к тем, кто действительно нуждается. Поэтому это реестр. То есть такие люди туда не попадут? Нет, конечно. Я предполагаю, что до миллиона людей это может быть, но это будет, по крайней мере, база тех людей, кто может претендовать на улучшение жилищных условий. Это абсолютно прозрачная процедура. У нас четко видно в государственных реестрах, кто является владельцем квартиры, кто является квадратных метров и так далее. В этом принимают участие все ведомства и все города и районы. До миллиона людей вы сказали. Сегодня мы видели, что квартиры получили 72 человека. Вот учитывая такие масштабы, есть ли какие-то прогнозы и учитывая ситуацию на строительном рынке сегодня, есть ли прогнозы, как скоро вот этот миллион людей, которые нуждаются в жилье, действительно смогут его получить? В жилищном строительстве у нас ситуация улучшается. То есть, если посмотреть на инфраструктурное и нежилищное строительство, у нас есть некоторое уменьшение. Это произошло потому, что на этот период, на первое полугодие 2012 года, как раз припал максимальный объем государственных инвестиций в подготовку к евро. Строили стадионы, аэропорты. Но это как раз и есть инфраструктура и нежилищное строительство. А в жилищном именно строительстве, в первую очередь, благодаря тому, что государство внедряет дерегуляцию, упрощает разрешительные процедуры, очень много стало намного легче. Объем жилищного строительства вырос на 6,5%. Это очень хороший тренд, это очень хорошее повышение. Опять-таки, если говорить доступное жилье, элитное жилье и так далее. Для разных людей необходимо разное жилье. То есть, кто-то хочет купить и может купить. Хромы 200 квадратных метров, пусть покупает, вопросом нет. Это хорошо. А тот, кому должно помочь государство, вот в первую очередь, эти программы рассчитаны. Врачи, учителя, военнослужащие, именно те категории, которые максимально должно защитить государство, именно они будут максимально принимать участие, и сегодня принимают участие в таких программах. Ну вот как раз-таки вопрос насчет элитного жилья и доступного жилья был и со стороны, в том числе, застройщиков. Я хотела вас спросить, насколько те программы, которые сегодня есть, насколько они совершенны, и насколько еще они могут меняться. Если возьмем пример, доступное жилье и элитное жилье. К примеру, человек хочет купить себе, прошу прощения, элитная квартира, и у нас их достаточно много. И они не настолько востребованы, как востребовано сегодня доступное жилье. Если человек, покупая, воспользовался государственной программой, и хочет, например, доплатить дополнительно, ну то есть возьмет дополнительный кредит, и захочет вдруг все-таки приобрести квартиру вот в элитном доме, да, элитную квартиру, побольше, потому что она есть, потому что она удобно расположена. Насколько вот можно совмещать, допустим, вот такие, насколько элитное жилье может стать в том числе и доступным? Давайте посмотрим, что такое элитное жилье. Это, ну, во-первых, другие материалы, где-то мрамор, гранит, во-вторых, много квадратных метров. Те люди, которые могут себе это позволить, купить, пожалуйста, для них строить рынок. Для них строят те бизнесмены, которые инвестируют свои деньги, работают на рынке. Государство должно помочь в первую очередь тем категориям людей, которые нуждаются. Так делается во всем мире, и так делается в Украине. Значит, могу сказать, что у нас ограничения по квадратным метрам по доступному жилью, если, допустим, семья из четырех человек, это больше 80 квадратных метров. Если посмотреть на Германию, это меньше 50. То есть у нас параметры достаточно неплохие. То есть, если, допустим, квартира 100 квадратных метров, то, в общем-то, уже рассматриваться она в данном случае не может, да? Есть параметры, по которым квартиры могут входить в программу «Доступное жилье». Это именно то, что необходимо тем людям, которые хотят переехать в свою квартиру. Ну, а вы разбирались вот в этих программах? Насколько вы считаете, насколько они действительно действенные, оптимальные? Или, может быть, есть какие-то идеи, варианты, можно вносить туда? Совершенствовать можно все и всегда. На 100% универсальной программы, которая подойдет каждому 46 миллионам жителей в Украине, наверное, ну, теоретически не может быть в природе. Те программы, которые есть, они уже обкатаны, проверены годами. Разрабатываются и другие программы, которые я пока не хочу анонсировать, но считаю, что наиболее интересной идеей является долгосрочный лизинг с выкупом. То есть, в ближайшем будущем появятся какие-то еще варианты? Да, сейчас разрабатываются. Конечно, будут совершенствоваться, но с точки зрения универсальности, сегодняшняя программа уже проверена времени. Если говорить о тех жителях, которые уже имеют свое жилье, конечно же, их интересует тоже состояние этого жилья. Ну, и учитывая, что скоро осень, конечно же, перспективы, чтобы крыша не текла, чтобы тарифы не повышались. Ну, а иногда вот так бывает, что зима, довольно-таки часто у нас бывает, да, что зима приходит неожиданно, и почему-то готовятся службы, но, тем не менее, оказываются не готовы. Вы неоднократно заявляли о том, что правительство начало подготовку к новому отопительному сезону с момента, когда закончился предыдущий отопительный сезон. Значит ли это, что новый отопительный сезон не преподнесет нам никаких сюрпризов? Мы все понимаем, что жилищно-коммунальное хозяйство является самой сложной отраслью страны. Так же самое мы все очень хорошо понимаем, что за последние 20 лет жилищный фонд не стал новее, и трубы новее не стали тоже. Но работать необходимо, и работать необходимо качественно, максимально качественно. По каждому городу, по каждому району, по каждой области есть план мероприятий по подготовке к зиме. То есть везде это более тысячи пунктов. Начиная от строительства новых котелин, замены котлов, утепления теплотрасс, санации зданий, сооружений, социальных объектов, садики, школы. То есть это тысячи программ везде. Плюс подготовка коммунальной техники, плюс заготовка посыпочного материала, заготовка шансового инструмента. Это очень большие программы, по которым сегодня работает жилищно-коммунальное хозяйство. У нас более 200 тысяч многоэтажных домов в стране. У нас десятки тысяч школ, больниц, детских садиков. И нам необходимо качественно подготовиться к следующему отопительному сезону. На 1 сентября у нас должны быть готовы все на 100% садики и школы. Для того, чтобы детки, когда уже пошли с 1 сентября в новый учебный год, чтобы с ними по соседству не проходили строительно-монтажные работы, мы должны закончить 1 сентября. То, что касается жилищного фонда, дома, это 1 октября, потому что 15 октября начинается отопительный сезон и начинается пуск тепла. На сегодняшний момент мы идем даже с некоторым опережением графика. Уже до 60% подготовка школы, больницы. Садики на уровне 50% дома. То есть пока мы идем в графике, в том числе и Донецкая область. Готовится техника для уборки улиц, готовится посыпочная смесь. Отрабатываются в случае чрезвычайных ситуаций регламенты взаимодействия между всеми службами. Это очень большая, емкая, системная работа. На Донецк гортеплосети сегодня заработала новая современная установка. Давайте посмотрим. Экскурсию по котельной вице-премьер-министру Украины проводит директор коммунального предприятия Донецк гортеплосеть Виктор Рогачев. В центре внимания когенерационная установка, которую запустили в июне этого года. Технология одновременной выработки тепловой и электроэнергии значительно снижает себестоимость конечного продукта. По подсчетам специалистов, только в этом году установка поможет сэкономить больше 5 миллионов гривен. И это при мощности в 2 мегаватта. А по заверениям коммунальщиков, к 2016 году мощность вырастет в 5 раз. Пока таких установок в Донецке всего 2. Для того, чтобы полностью закрыть около 9 мегаватт в сутки потребность теплоцентрали города Донецка, необходимо еще 2 когенерационные установки, которые, конечно, дальше, согласно графику и плана, теплоснабжения будут строиться. Ваши впечатления, насколько вот такие установки, как в Донецке, есть по Украине? И какие перспективы вот с такими установками у нашего региона в частности? Мы все понимаем, что единственный механизм стабильности коммунальных тарифов – это энергосбережение, это снижение себестоимости. В вашем сюжете уже было сказано, что генерационная установка, которая с помощью газа, который все равно так или иначе идет на котельную, производит электроэнергию, которая может идти на нужды теплосетей, может продаваться в магистраль, значительно снижает себестоимость. То есть это механизм, по которому, во-первых, освободившийся ресурс можно вкладывать в дальнейшую модернизацию, во-вторых, при повышении себестоимости, допустим, при повышении заработной платы увеличивается себестоимость, это неизбежно, себестоимость будет расти. И этими мероприятиями можно удерживать без повышения тарифы на жилищно-коммунальное хозяйство, другого пути у нас нет. За последний год только на 10% было снижено потребление газа или на 1 миллиард кубов импортированного газа. Это очень важно. Потому, как генерационная установка, которая уже вторая, которая была введена в эксплуатацию в Донецке, это следующий очередной очень важный шаг к стабильности тарифов, к нормальной экономической деятельности предприятия, которое имеет внутренний ресурс для того, чтобы дальше менять теплотрассы, утеплять теплотрассы, ставить новые котлы, много котлов у нас в 70-80-х годах. Это очень важно. Я бы сказал, как в сюжете сказано было, всего две установки. Я сказал бы не всего две, а уже две установки. Потому, что всего четыре надо. На Донецк. На Донецк. Опыт когенерации, конечно, в стране есть. Есть и на промышленных предприятиях, в частности, одна из первых когенерационных установок появилась в Донецке десяток лет назад на шахте Засядька. Есть и на других промышленных предприятиях по стране, есть и на предприятиях коммунального хозяйства. Кстати, могу сказать, что оборудование там стоит Катерпиллер. Это одно из лучших оборудований в мире, которое есть. И, конечно, данный проект максимально будет масштабироваться. Понятно, что такие установки позволят сэкономить и сохранить тарифы в Донецке, я так понимаю. Что же будет тогда с другими городами, где пока что нет таких установок? И сегодня, насколько я знаю, на совещании речь шла как раз таки о том, что есть города с завышенными тарифами. Сегодня прошла в Донецке коллегия МИН ЖКХ. Первый вопрос был, конечно, подготовка к зиме. Это наиболее актуальный вопрос. Второй вопрос был, это тариф. Позиция правительства здесь однозначно. Тарифы должны быть стабильными. Мы поставили задачу в каждой области, в каждом регионе создать комиссию по анализу экономической обоснованности каждого тарифа. И в случае необходимости корректировать эти тарифы в сторону снижения. Тарифы должны быть стабильные. Мы не ожидаем повышения тарифов. Могу сказать, что около 90% всех тарифов сегодня регулируются национальной комиссией. И по ним рисков нет, комиссия не принимала. Последний год, как минимум, решение о повышении тарифов. В маленьких городах, в селах тарифы регулируются органами местного самоуправления. Тут речь больше идет о контроле всей системы, больше мелких городов, больше сельских советов. Но, тем не менее, власть должна это контролировать, несмотря на то, что это полномочия местных органов самоуправления. Это полномочия центральной власти. Но наша позиция однозначно. Тарифы должны быть стабильными. И было принято решение, будет проведен анализ каждого тарифа в каждой области. Тема энергосбережения поднимается из года в год. И предлагаются разные, ищутся варианты, как все-таки уйти от такого потребления газа, которое у нас было еще несколько лет назад. И каждый год мы слышим о том, что действительно снижается потребление. Но пока что, к сожалению, без газа обходиться мы не можем. Как вы оцениваете сегодня ситуацию с энергосберегающими технологиями, с их применением? Будем откровенны. Все наше теплокоммунэнерго построено в советские годы в расчете на почти бесплатный советский газ. Будем откровенны. И сказать, что за 20 лет проведена полная модернизация, наверное, это тоже не так. Хотя много позитивных примеров, много передового опыта. Я сказал, что в этом году уже 10%, в следующем году, я думаю, будут на этом же уровне. Есть правительственная программа, на основании которой за несколько лет, согласно заданию нашего президента, мы должны снизить уровень потребления газа в два раза. Где-то примерно на 4 миллиарда кубов. Достигается это двумя путями. Первое. Это модернизация существующего оборудования. Установка новых котлов. Изоляция теплотрасс. Потому что у нас иногда потери в теплотрассах доходят до 45%. Создание индивидуальных тепловых пунктов. Как раньше было, на огромный микрорайон или на несколько микрорайонов. Так строилось. Одна котельная, теплотрассы, я знаю, на моем опыте больше 20 километров есть. Конечно, часто воздух греет. Это только один механизм. Создание индивидуальных тепловых пунктов, соответственно, короче теплотрасса, больше АКПД котлов. Вот за счет модернизации газового хозяйства планируется сэкономить в течение нескольких лет пару миллионов. И около 2 миллионов еще дополнительно за счет перевода на альтернативные виды топлива. Которые производятся в Украине, кстати, не импортированные. Что такое альтернативные виды топлива? Для востока Украины очень актуален уголь. Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская области. Для центральных областей Украины более актуальны пилеты и торф. Юг – это солнечная энергия. Тоже масса позитивных примеров перевода уже на альтернативные виды топлива. В Донецке тоже отреализовано достаточно серьезных проектов. И за счет этого еще около 2 миллиардов кубов. То есть за один день эффективнее, как я уже сказал, более 300 тысяч объектов стать не могут. Но есть план, есть программа. И по этой программе мы поступательно идем. Продолжая тему жилищно-коммунального хозяйства. Вот сегодня перед эфиром ко мне пришли представители Ассоциации домовых комитетов города Донецка. И просили передать вам вопрос. То есть они занимаются управляющими компаниями, организациями и так далее. Нет, в том-то и дело. Они говорят о том, что внимание государства и правительства сегодня сосредоточено на создании ОСМД. Но насколько, как вы считаете, и они, собственно, спрашивают, у ОСМД должна ли быть конкуренция, должны ли быть конкурирующие структуры? Или ОСМД мы должны принять и других вариантов нам не нужно? Нужны ли управляющие компании? Может быть, те же ЖЭКи даже захотят друг заработать по-другому, не так, как сегодня? Не обязательно ОСМД. Самое ключевое, чтобы у каждого дома был собственник. То есть ситуация, когда, допустим, дом на 50 квартир. Все 50 квартир приватизированы. Внутри периметра. А все остальное, оно ничего. То есть где-то висит на балансе ЖЭКа. В итоге у дома нет хозяина. И, как говорил один известный товарищ, Майма-тощу Майма. В этой ситуации, конечно, наиболее эффективный вариант – это объединение людей. Есть механизмы у нас кооперативы, которые мы еще очень хорошо знаем, начиная с советских лет. Кооперативы – это тоже вариант. Это ситуация, когда у дома есть собственник. Это ОСМД. В этой ситуации тогда этот дом, будучи уже хозяином, может сам выбирать, у кого заказывать услугу. Может заказать услугу у одной управляющей компании, как вы сказали, которая будет одновременно делать и ремонт, и убирать, и еще что-то делать. Есть другой вариант. У разных компаний можно заказать услугу. У одной компании тендер провести. Услугу уборки. У другой компании услугу обслуживания при домовой территории. У третьей – ремонта крыши. Четвертый вариант. Эта компания, у которой можно делать заказ, может быть и ЖЭК. ЖЭК – это такая же компания, просто коммунальной формы собственности. В этой ситуации появляется, во-первых, у жильцов выбор. В доме, в котором не создано никакое объединение, кооперативы или ОСМД, выбора нет. Все ЖЭКовское. Вот ЖЭК, надо идти в ЖЭК. По большому счету это монополия ЖЭКа. А в доме, когда есть объединение, человек, который представляет, он имеет право выбора. Или ЖЭКа, или одной, или нескольких частных компаний. За этим будущее. Мы же не придумываем ничего нового. Есть путь, по которому прошли все постсоветские страны. Страны Восточной и Центральной Европы. Страны Варшавского договора, как мы их раньше называли. Страны, которые были республиками Советского Союза. Та же Прибалтика. Так или иначе, все шли по пути создания в доме собственника, который может делать услугу. Мы изучили лучший опыт. Я могу сказать, что практически везде это было сделано путем шоковой терапии. В Прибалтике. Было сказано, что за три месяца, что с 1 января ЖЭКов нет, и каждый волен поступать, как ему удобно. И в течение года как-то все самообразовывалось. Не так просто было. Это шоковая терапия. У нас шоковой терапии нет. У нас есть очень длинный переходной период. Этой шоковой терапии никогда не будет. Есть механизмы, которые стимулируют создание. И есть разъяснительная работа. Есть повышение гражданской активности населения. То есть у нас очень мягкий, правильный переходной путь, для того, чтобы люди сами поняли, что так выгоднее. Так ты получаешь доступ к широкому рынку. Так ты в конце концов становишься собственником своего дома. Если есть цокольный этаж, то ОСББ, к примеру, если на красной линии, может там в аренду сдавать, получать доходы на ОСНД. Стоянка где-то может быть возле дома. Доходы от нее определенные. Еще что-то. Это механизм самому управлять своей жизнью. Потому что путь, в общем-то, он один. Если по нему возникают какие-то сложности, то я уверен, что и региональные власти, и мы, и Министерство жилищно-коммунального хозяйства, всегда готовы помочь и решить любой вопрос, любое непонимание. Я передам вам, с вашего позволения, предложение. Может быть, вы потом посмотрите все-таки. Их вариант, они тоже там приводят опыт, и российский используют. Ну и, в общем-то, это у нас такие очень активисты в нашем городе. Это отлично, что есть активисты. Процитирую. Формирование конкурентной среды в сфере управления жилым фондом должно привести к формированию рынка предоставления услуг в сфере управления жилым фондом. Сто процентов. Сто процентов. В этой ситуации люди объединяются в объединение какой-то формы. Кооператив, допустим, или ОСББ. И могут выбрать своего представителя. А могут нанять управляющую компанию. В принципе, это предложение абсолютно совпадает с тем, что я только что рассказывал, и что уже реализовывается. Какая у нас ситуация в целом в сфере жилищно-коммунального хозяйства? Я знаю, там были серьезные долги перед работниками. Сейчас они сокращаются. Там около 40, по-моему, процентов снижения долга по зарплате. Мы понимаем, что это те люди, которые как раз-таки обеспечивают в том числе и наше жилье, и наши дворы, и благоустройство, и во дворе, как говорится, и в доме. Это вопрос, по которому прошел серьезный разбор полетов на сегодняшние коллегии. Поднимали всех нерадивых, в том числе и на трибуну. Да, у нас есть позитивная динамика с начала этого года. На 41%, если бы точным, снижение долгов по коммунальным предприятиям. Но, тем не менее, еще остается в масштабах страны около 15 миллионов. И этого позорного явления точно не должно быть. Следующий вопрос. Учитывая, что у нас жара стоит, и в Украине уже прошло почти полторы тысячи лесных пожаров. В Херсоне, я читала, сейчас проходят серьезные учения, и как с пожарами бороться, и с наводнениями. Вот в этом направлении, какая работа ведется правительством, чтобы все-таки, как говорится, понятно, что ущерб в таких случаях неизбежен, но тем не менее. Самое главное в этом вопросе работать на упреждение. Создан штаб в кабинете министров под моим руководством по борьбе с лесными пожарами. Сформирована группировка сил, 50 тысяч человек личного состава. Это и сотрудники МЧС, и армия, и внутренние войска. Более 10 тысяч единиц техники. Кроме этого, несколько тысяч лесников. У них своих более 10 тысяч единиц техники. У нас уже 440 вышек, из которых около половины оборудовано видеонаблюдением, которое в радиусе 30 километров могут мониторить ситуацию. Плюс постоянно в воздухе находятся 7 вертолетов. У нас очень неплохая позитивная динамика в сравнении с прошлым годом. В прошлом году на этот период времени было около тысячи возгораний, пожаров. В этом году около 500. Безусловно, тут роль определенную погоду сыграла в некоторых регионах. Еще холодно. Правда, на востоке у нас жарко, к сожалению. Сейчас уже достаточно свежо стало, несколько дней, по крайней мере. Да, был период, когда жарко было. К сожалению, через несколько дней опять же работаю. Через 4-5 дней. Вы не любите жару? Не люблю жару, и как человек не люблю из-за пожара. Не люблю тоже. 35-40 градусов, это много. Потому, соответственно, мы переходим опять в пятый, самый высокий класс пожароопасности. И Донецкая, и Луганская, и области входят в эти 11 областей с самым высоким пятым классом. Площадь поражения пожаров в этом году тоже сократилась уже в 7 раз. Поллета прошло, но, тем не менее, расслабляться не следует. Я каждые 2 часа получаю информацию по ситуации с пожарами. Правительство оперативно реагирует, МЧС оперативно реагирует. Это вопрос, который постоянно находится в сфере нашего внимания. Можно иметь очень хорошую технику, очень хорошие составы, которые будут это контролировать и следить. Но, с другой стороны, если нет ответственности, или если у людей нет понимания ответственности, насколько он может, если, как говорится, не морально человек не понимает, то, по крайней мере, что он может пострадать от этого в материальном плане, заплатить за это штраф, то, наверное, очень сложно с такими вещами бороться, впрочем, как и с любыми нарушениями. И сейчас, насколько я знаю, штрафы за такие нарушения, за несоблюдение пожаробезопасности именно в лесу, от 17 до 51 гривны. И вот есть предложение от Государственного агентства лесных ресурсов, они там написали законопроект и предлагают увеличить эти штрафы 8-10 раз. Но, действительно, мы понимаем, что 17 и даже 51 гривна абсолютно никак не повлияют на человека, если он несерьезный и безответственный, он не будет думать о том, что, ну, заплачу 18 гривен, ладно. Есть вопрос. Один пример приведу. Я проводил совещание в Чернобыле на атомной станции по противодействию лесным пожарам в Чернобыльской зоне. Там особая ситуация. Если у нас здесь полностью понятен алгоритм взаимодействия, начиная от перекрытия дорог, заканчивая вышками, запретом остановки автотранспорта вокруг лесных массивов, есть все структуры МЧС, милиция, лесники, районная государственная администрация. Там особая ситуация. Там огромная площадь Чернобыльской зоны, в которой живет всего 200 человек и 6000 человек работает. Там особая ситуация. Потому что там было отдельное совещание по выработке алгоритмов взаимодействия. Могу сказать, что в Чернобыльской зоне было 8 возгораний в этом году, которые быстро тушились на корню. Но все возгорания были в радиусе 1 километр вокруг населенного пункта. Что это? Это человеческий фактор, о котором мы говорили. Тут нет другого механизма. Я бы не стал все сводить к штрафам. Хотя по этому вопросу, если там законопроект, я думаю, что определяются сами народные депутаты, я бы не стал все сводить к штрафам. Тут очень много надо сделать для информирования населения. Должны быть бигборды на эту тему разъясняющие, ролики по телевидению, должно использоваться радио, местные газеты. То есть должна быть максимальная просветительская работа. Люди ответственны, когда они понимают, что какое-то действие может послужить проблемой серьезной. И если человек слышит об этом напоминание, он задумывается. Что касается наводнений, мы видели, какие страшные наводнения были в странах Европы. И прогнозировалось о том, что Украину тоже может не миновать беда. Насколько мы готовы? Это, конечно, больше касается, наверное, западной Украины. Слава Богу, как говорится, Донбасс. Бог миловал в этом плане. Но, тем не менее, не застрахован, наверное, и мы тоже. Потому что и в Крыму мы это видим, и на западной Украине сильные дожди. И в итоге потом переходит это в наводнение. Ну и, в общем-то, у нас тоже паводки и наводнения каждую весну наблюдаются. Слава Богу, я думаю, эта проблема уже в Украине прошла. Сначала мы достаточно удачно пропустили по всему каскаду днепровских водохранилищ ту воду, которая шла большая из России и из Белоруссии. Плюс у нас было таяние рекордного количества снега, которое выпало в этом году. Никогда столько снега не было. Не допустив подъема значительного воды, подтопления. Это то, что касается устья реки Днепр. Дунай. Ситуация была сложнее. На Дунае стоит 12 стран Европы. И мы увидели, что плавали практически все. Причем плавали так, как чего еще в Европе не было. Мы заранее начали готовиться к этой ситуации. Четко спрогнозировали приход большой воды. У нас есть 13 шлюзов. У нас есть 225 километров защитных дамб. Я лично был в каждом населенном пункте по украинскому течению Дуная. На всякий случай было перебазировано до 1200 работников МЧС. 400 единиц техники. Было сделано два лагеря. Мы готовы были к любому развитию ситуации. Но, слава богу, достаточно удачно было наше взаимодействие с Румынией. Румыния срезала большую часть воды. Плюс хорошо сработали наши 13 шлюзов и украинское водное агентство. То есть не понадобилось вмешательство МЧС. Мы большую воду по Дунаю пропустили. И ситуация с поводками на сегодняшний день полностью стабильна. Административные центры создаются в Украине. И, насколько я знаю, вы тоже активно это поддерживаете. Чтобы уйти от очередей, от бюрократии. И чтобы различные вопросы, как субсидии, пенсии, можно было прийти. И вот то единое окно, о котором тоже мы слышим, кстати, уже очень много лет. Но почему-то как-то оно все не работало до этого времени. Как-то вот видоизменялось. Но все равно проблемы были. Бюрократия существовала. И получить, оформить субсидию или получить паспорт. Это всегда в стране у нас почему-то было проблемой серьезной. Ну, как минимум сложности создавались. В каждом городе и в каждом районе были созданы, несколько лет назад, это 620 с лишним, были созданы разрешительные центры, в котором в селах это было 22 вида услуг, в городах это было 24 вида услуг, города областного подчинения имеются в виду. Там, где можно было получить все разрешительные услуги для бизнеса. То есть эти центры работали несколько лет, и последние работали уже достаточно эффективно. Сегодня мы говорим к переходу на новую модель. Новая модель это на базе разрешительных центров, уже расширение административных центров. То есть кроме разрешительных услуг для бизнеса, дополнительное введение услуг, таких как получение паспорта, справки, регистрация, то, что вы сейчас сказали. У нас уже около 150 таких центров в стране. Кстати, я видел сегодня за Кальмиусом строительство Центра административных услуг в Донецке, которое в октябре-ноябре должно быть закончено. То есть страна идет по пути создания административных центров, в которых можно будет получить не только услугу в бизнес, но и услуги всех граждан. Также будет создан в государстве единый портал административных услуг, который сможет это администрировать в электронном виде. Мы, изучив опыт Великобритании, на самом деле в Англии посмотрели, сейчас реализуем программу административных услуг через почту. Уже более 4000 отделений Укрпочты, их у нас около 9000 в стране, сегодня дают возможность получить административную услугу через почту. Почта есть в каждом селе. Почтальон приходит к каждому домой. Если, допустим, человек живет в селе, ему необходимо оформить себе субсидию. Как сегодня? Сегодня он должен сделать документы, съездить в райцентр, сдать документы и вернуться обратно. В лучшем случае, если переделывать документы, не надо будет. А если он получает возможность это сделать через свое местное в селе отделение почты или почтальона, то ему никуда ездить не надо. Это, кстати, одна из самых популярных услуг, плюс получение справки о пенсиях. То есть выбранные 30 наиболее популярных услуг, и они сегодня начинают внедряться через почту. Это уже следующий этап приближения услуги к человеку. Я думаю, некоторое время необходимо для того, чтобы люди, во-первых, узнали о такой возможности. Во-вторых, отработалась сама система, и эта система стала популярной. Если, допустим, у меня соседка воспользовалась, и ей все понравилось, конечно, я тоже пойду воспользоваться. Но, тем не менее, надо какое-то время. То сегодня у нас около 4000 отделений, пока не 100%, но мы начали с начала года. До конца года должны все 100% отделения Укрпочты давать возможность получать услуги через эту систему. Ну и, коль уж мы заговорили о бюрократии, да, как правило, рядом с этим словом всегда идет еще слово такое страшное, но, тем не менее, с которым мы сталкиваемся тоже довольно часто, это коррупция, да. И вот где-то мне попалась одна статья, что Александр Вилкул нашел способ, как победить коррупцию. Ух ты. Да. Ну, нашел вариант, как побороть коррупцию. И дело, и речь идет о том, что дело за внедрением ERP-технологий. Ну, 100%. Чем больше у нас будет стандартизированного и регламентированного в электронном виде, это имеется в виду ERP-технологий, это имеется в виду перевод всего в электронный вид. Начиная от получения разрешений и заканчивая в будущем и образованием, и здравоохранением. Что прописаны четкие алгоритмы, любое вмешательство в систему, которое сделал каждый конкретный чиновник, его видно, его видно. Соответственно, никто не проводит вмешательство в систему. Это путь, по которому тоже не мы идем первые. Это путь, по которому прошел Сингапур, Эмираты, Лондон и так далее. Это лучший мировой опыт. То есть, внедрение ERP-управления, это наиболее эффективный механизм и дебюрократизации, и борьбы с коррупцией. Александр Юрьевич, вы серьезный политик, управленец, но при этом... Я думаю, что я больше государственный менеджер, чем политик. Так вас называют, да, журналисты. Но я была очень удивлена, когда я увидела вас в кепке спортивной, ну то есть совершенно в другой обстановке, непривычной обычному украинцу. И я хочу, чтобы увидели это наши зрители, если вдруг кто-то еще этого не видел. Напомню, что с 12 по 14 июля в Днепропетровске проходил второй международный музыкальный фестиваль The Best City UA. Благодаря поддержке Александра Вилкула Best City вышел за рамки национального уровня и вошел в двадцатку самых масштабных европейских фестивалей. Зрители нашего канала три дня в прямом эфире наблюдали за событиями этого грандиозного мероприятия. Кстати, это была самая длинная фестивальная трансляция в истории Украины. Предлагаю посмотреть самые яркие моменты. 5, 4, 3, 2, 1 Днепропетровск, давайте шуметь еще громче! Тонок на Майдане Конго открывает самый масштабный в Украине рок-фестиваль и сразу уводит в многотысячную толпу подрыв. Вопли Ведоплясова органично вливаются в музыкальный нон-стоп. Человек-оркестра Олег Скрипка зажигает публику своими танцами. Бест-Сити Юэй – это три сцены для рок-звезд, начинающих и исполнителей клубной музыки. С каждой площадки доносятся сакраментальные фразы. Солисты британской группы «Хёрст» бросают розы фанаткам и не устают благодарить Днепропетровск. Во второй день фестиваля даже проливной дождь не охладил фанов зажигательных Козак-Систем. Би-2 в трех аккордах рассказали со сцены историю русского рока. Шура и Лёва поют хиты в несколько тысяч голосов. Лучший город – это Мекка не только для меломанов, но и для журналистов. Откровенно Илья Логутенко – немногословный дельфин, а солиста группы «Ленинград» разобрали на цитаты. Я помню, что моя мама очень плохо пела, но и поёт. Я помню, что я всё время просил «не надо». В театре планируете ещё какие-нибудь проекты? Надеюсь, что нет. Я не люблю театр. Но в театре запрещено курить. На третий день фестиваля в лучшем городе объявляют штормовое предупреждение. Вот она, настоящая буря. Тем, кто не успел сложить свои палатки, очень сильно не повезло. Люди судорожно сворачивают своё уличное жильё. К вечеру дождь утихает. Даёт передышку для выступления группы «Сплин». Закрывает фестиваль «Скорпиумс». Выступление рок-легенд фанам пришлось ждать под длинным более часа. Немецкие музыканты надеялись, что стихия утихнет. Но всё-таки пришлось начать концерт в дождь. Бест-Сити собрал 120 рок-групп и более 50 тысяч меломанов. А те, кто не приехал, смогли наблюдать за фестивалем все три дня на телеканале «Донбасс». Как возникла идея создать такой и как удалось это всё действительно организовать? Потому что все зарубежные гости, все отзывались о том, что организация на высочайшем уровне действительно была. Хотите, скажу честно. Это вопросы вы раньше не знали. Я уже 10 лет провожу фестивали. То есть проводил и провожу «Трубофлай» в Курьём Роге. В частности, в этом году будет на День независимости. Уже второй год подряд проводим «Бест-Сити» в Днепропетровске. «Бест-Сити» – самый крупный фестиваль Украины. В прошлом году вошёл 20-ку самых крупных фестивалей Европы. В этом году, я думаю, в десятки будут. В прошлом году было 3 сцены 74 группы, в этом году 4 сцены 120 групп. Было более 120 тысяч человек. То есть есть много, о чём можно говорить. Максимум, максимум, максимум. То есть Украина – прекрасная страна. Как и спортивные бренды «Евро-2012», «Вербаски-2015», так и культурные бренды. Такие как «Бест-Сити», например. Мы надеемся, что это станет одним из наших брендов. По крайней мере, так сказал солист группы «Скорпиус». Будут тоже являться брендами нашей страны. Реализовать и туристический потенциал, и культурный потенциал. То есть, в первую очередь, украинский музыкальный фестиваль. Пело очень много украинских групп. И от того, что они пели на одной сцене с такими звёздами, легендами, рока, «Скорпиус», российские тоже группы, я думаю, это только пойдёт на пользу нашей музыке. Я, к сожалению, не смогла попасть, но наш коллектив в очень большом составе, благодаря тому, что обеспечивал трансляцию этого фестиваля. Были на фестивале, конечно же, была масса впечатлений, масса замечательных фотографий. Ну а я, как и многие жители, кто впервые узнал об этом фестивале, видите, он давно проводился, получается, что узнала благодаря нашему же каналу, да, ну и благодаря отличной картинке у меня было состояние, как будто я там тоже побывала. Большое вам спасибо. Я скажу, что очень профессиональная работа. ПТС-ка на сколько камер? По-моему, 8 камер было, да? Да, да. А ПТС-ка на 8 камер? Более 13, подсказывает мне режиссёр. 13? ПТС-ка на 13 камер – это мировой best practice. То есть, если бы этот фестиваль был в Устоке, то техника была бы не лучше, чем сегодня есть у ТРК «Донбасс». Я очень вам благодарен за такое освещение. Спасибо. Спасибо вам за добрые слова. Ну а я знаю, что во время этого фестиваля вы были отштрафованы. Не увидели мы, как вы ездите на мотоцикле, да, не было это у нас в сюжете, я не знаю. Но когда вы ездили на мотоцикле, вы ездили без шлема. И это стало прецедентом того, что вы должны были заплатить штраф, и вы его заплатили. Закон один для всех. Если нарушил, должен отвечать. Был штраф выписан, 85 гривен. Я оплатил. В своих интервью, комментируя фестиваль, вы говорили о том, что в следующем году будет еще круче. То есть, у вас уже однозначно есть какие-то задумки, идеи? Мы стараемся каждый год делать круче и круче. Ну, а зачем стоять на месте? Необходимо вперед идти, как-то развиваться. Мы уже начали переговоры с рядом групп. Каких озвучивать не буду, потому что ведешь переговоры с сотней групп, в итоге получается 50. Разные причины. Например, в этом году «Ди Перпл» отказалась приезжать. Сказали, вообще мы концертов не даем, мы пишем новый альбом. Ну, такой, форс-мажор. У кого-то там гастрольные туры в Америке и так далее. Поэтому подборка групп, она будет ясна примерно где-то в марте. Но будем стараться сделать круче. Но это будет Днепропетровск. Это будет примерно такой же формат. И транслировать будет телеканал «Донбасс». Это будет круче. И транслировать будет телеканал «Донбасс». Спасибо вам большое. На фестивале можно было познакомиться с петриковской росписью. Я знаю, что вы продвигаете активно это творчество. Почему? Чем оно вам близко? Ну, это орнаментальное украинское казацкое искусство. Это душа украинского народа. Мы провели соцопрос в Европе. С чем у них из народного искусства ассоциируется Украина? С пысанкой и петриковской росписью оказалось. Три года назад, когда мы начали этим заниматься, петриковской росписью занималось немногим более 300 человек, хотя более 500 лет она существует. Если мы сейчас пойдем в музей и возьмем сбрую казацких лошадей, запорожское казачество, сабли казачьи, то есть мы увидим чеканку, сделанную современным, вот один в один, как современный петриковский роспись. Это наша душа, это наша история. На сегодняшний момент уже более 300 тысяч людей занимаются петриковским росписью. В этом году мы поставили перед собой такую очень амбициозную задачу войти в список всемирного культурного нематериального наследия ЮНЕСКО. Только 8 лет назад появилась такая возможность. До этого можно было включать только здания и сооружения. Сейчас уже можно и народные промыслы. Мы уже были с выставками везде в Европе, в Европарламенте. Прямо на входе была выставка в штаб-квартире НАТО даже, в ЮНЕСКО, в штаб-квартире в Париже. Сейчас мы работаем в Азии. То есть работаем для того, чтобы на конференции ЮНЕСКО, которая состоится в декабре, кстати, в Баку, за нас представители от каждой страны ЮНЕСКО проголосовали. У нас не так все легко с конкуренцией. Мы конкурируем с аргентинским танго. Тоже знаменитый вид народного искусства. Но, тем не менее, мы занимаемся и мы верим в победу. Петрикифка – это село, это хутор имения последнего гетьмана Запорожской сечи, Петра Калнышенского, который 102 года умер на Соловках. Это наша исконная историческая культура. В этом душа украинского народа. Искренне можно позавидовать вашим разноплановым интересам, но я знаю, что, к сожалению, не все, наверное, и политики у нас вот такие разноплановые. Это, наверное, действительно очень хорошо, когда человек успевает, и ему интересны разные направления. Я всем этим занимаюсь уже много лет. Вы только об этом узнали просто. Ну, я знаю, что вы еще и снимаете еще и фильмы. То есть вы выступили генеральным продюсером трех документальных фильмов об истории Днепропетровщины и Кривбаса. Не знаю, могу ли я вас считать коллегой, да, но учитывая то, что вы создаете документальные фильмы, почему, зачем вам это нужно? Это немножко другое. Это историческое, это что-то культурологическое. Первый фильм, который мы сделали, назывался «Горькое зернышко победы». «Горькое зернышко победы» был посвящен форсированию Днепра, реки Днепр в районе войскового. Это самая кровопролитная операция за все время Великой Отечественной войны, значит, и всего мира. Более миллиона наших солдат и офицеров погибло, и звание Героев Советского Союза получило более 600 человек, это больше, чем за Сталинград и за Курску Дугу вместе взятых. Миллион погибших только. Немцы же думали, что у них Восточный Вал неприступный, но наши деды и брадеды их, конечно, победили, как мы всегда побеждали. И дальше мы будем побеждать. Мы сняли фильм о форсировании «Горькое зернышко победы». Потом есть 10-серийный фильм «Один год» – это одна серия, это «Десять лет», об истории Екатерины Слава, Днепропетровска. Достаточно интересный, полностью созданный на основе документальных кадров. И четырехсерийный фильм, тоже затрагивающий последние два столетия о «Кривом роге», «Я скорее криворожанина, я скорее криворога». Кстати, сейчас мы тоже снимаем, наверное, вам первое говорю, достаточно интересный проект документальный, четырехсерийный, об освобождении от немецко-фашистских захватчиков, о четырех самых главных военных операциях. У нас в этом году 70 лет начала освобождения Украины, у нас в этом году 70 лет форсирования Днепра, в следующем году 70 лет освобождения Украины, а 2015-й – это 70 лет Великой Победы. И мы начинаем съемки документальных фильмов о самых главных военных операциях. То есть вы главный ценитель, да? То есть какая роль в вашей съемке этих фильмов? Да я не главный ценитель. Я просто считаю, что самое святое, что есть в нашей истории – это наша победа в Великой Отечественной войне, наши деды и прадеды, которые завоевали нам мирное небо над головой. И мы занимаемся поисковыми операциями, поддерживаем. Мы занимаемся съемками документальных фильмов на эту тему. Это очень важно. Я имела в виду, вы непосредственно в этом всем участвуете, правильно? Да, конечно. То есть не то, что кто-то этим занимается, а вы просто там курируете, контролируете, но вы непосредственно участник этого всего. Самое главное, чтобы наши дети и наши внуки, и наши правнуки также ценили нашу правдивую историю, как ценим ее мы. Я, ну конечно, в фильме я не играю, тем более, что фильмы документальные, а я точно не актер. Но вы участвуете, вы снимаете их. То есть, да, я занимаюсь сценариями, направлениями, темой, акцентами, еще чего-то. Какие еще, может быть, ну, наверное, я что-то еще не учла, а может быть, еще вы что-то откроете и мне, и нашим зрителям. Какие еще интересные вещи, чем вы занимаетесь, увлекаетесь, может быть, где любите проводить время свободное, и вообще сколько у вас его сейчас, я так понимаю, учитывая вашу должность, не так и много. Времени сейчас немного, но Украина очень красивая страна, и красивее всего за рулем мотоцикла. В этом году я ездил все несколько раз, немного, но, тем не менее, понимаешь, какая красивая наша страна, когда едешь, все смотришь, запахи чувствуешь, совсем другого ощущения, чем в машине. Люблю историческую литературу, еще ряд увлечений, как у каждого человека. Когда вы отметили, что ездите по стране, и как раз тема вопроса туризма, это тоже те вопросы, которые находятся в вашем ведении. Как вы считаете, можно ли сегодня говорить о том, что Украина это страна туристическая, куда стоит ехать и у которой есть перспективы именно быть страной интересной для туристов? Я считаю, что у нас турист в стране есть, но у нас есть и огромный нереализованный потенциал. У нас сегодня туризм генерирует около 2,5% внутреннего валового продукта. Это больше, безусловно, чем было несколько лет назад, но это меньше, чем в странах Европы. В странах Европы около 10%. Это совсем другой объем. У нас есть очень много потенциально серьезных возможностей. Если брать наши традиционные курорты Крым, как круглогодичный курорт, это Карпаты, это Приазовье, в том числе и Донецкая область. И, конечно, в каждом городе есть что-то очень интересное. Например, если говорить про Донбасс, это и промышленный туризм, и угольные шахты, и металлургия. Это Светогорье, это соляные рудники Артемовск. То есть у нас везде есть что показать. Тем более наша инфраструктура совершенствуется. То есть гостиницы лучше уже намного, чем были 10 лет назад, и строятся новые. Это большая цепочка. Начиная от логистики, железнодорожной, авиационной, автотранспортной, заканчивая расселением, туристическими маршрутами. Практически во всех регионах уже сегодня есть региональные программы. Значит, сейчас отрабатывается концепция такая уже стройная, вертикальная на уровне государства. Я думаю, Украина имеет все шансы значительно увеличить свой внутренний балловый продукт за счет внешнего туризма. Если говорить за туристов, которые едут к нам из-за рубежа. И в то же время, если мы будем давать хорошие возможности в Украине, и наши, которые едут сегодня за границу, тоже будут оставаться и отдыхать здесь. Но это все-таки вопрос больше государственного уровня, или местным советом вы тоже какую-то роль отводите в формировании именно туристической сферы и развития туристического направления? Вы знаете, тут будет эффект, если будет работать все вместе. То есть они могут сделать только местные органы. Это вопрос частного бизнеса во многом. Это вопрос местных органов координации. А государство должно, конечно, оказывать целевую точечную поддержку и создавать правила игры. Тут наоборот, основной драйвер процесса должны быть местные органы и бизнес, который объединен вокруг этого вопроса. Потому что каждый на своей территории лучше знает, какие маршруты наиболее популярны, какие объекты у него в регионе наиболее эффективны. Конечно, это можно реализовать только за счет синергии бизнеса, города, региона и центра. Спасибо вам огромное. Вы впервые сегодня были в нашей студии, но я искренне надеюсь на то, что не последний раз. Что наши телезрители, те вопросы, которые они вам хотят адресовать, мы обязательно вам их все пришлем, передадим. И по возможности будем просить, чтобы все-таки на них вы отреагировали, ответили по возможности. Всегда наш телеканал открыт для всех, как и политических сил, так и, конечно же, государственных деятелей. Ну и просто для наших земляков в первую очередь. Рада была знакомству. В нашей студии сегодня был вице-премьер, министр Украины Александр Вилкул. Это была программа «Вопрос власти». Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok